здравствуйте мои дорогие сегодняшняя тема щавель и мы начинаем и я обращаюсь к тем кто подписался на youtube там вы тоже все увидите на очень в очень хорошем качестве на канале моем канале голова садовая тетя таня и прошу очень внимательно отнестись к подобным сюжетам щавель вроде как не еда но без него пирожки вкусные не получаются что надо сделать для того чтобы он нам еще раз одарил нас своими листьями замечательными и как его подготовить к зиме сейчас нам нужны вот эти листья да если нежные и вот эти сочные цветоносые видите он уже цвет выбросил то их тоже можно использовать но нам надо обрезать для начала обрезать берем нож собираем все в пучок и обрезаем ну примерно вот так вот этот нож очень хорошо режет так это все вот так вот укладываем это все придется перебрать отделить листики от цветоносов вот смотрите видите какая пачка мы должны отобрать листья от стволов листья нам понадобится для приготовления начинки которая будет у нас хранится всю зиму мы отберем листья помоем их слегка обсушим а потом порежем большую чашку и отправим в микроволновку включим буквально там на 2-3 минутки щавель весь сварится внесем туда сахара нужное количество уложим в баночки и в морозилку можно в контейнер вот она замечательнейшая начинка не только для пирожков но еще и для торта тоже значит что же делать вот с этими срезанными кустами посмотрите вот видно да надеюсь все оберите все ненужное все гнилье которое у корневой системы теперь щавель как и лук батун его тоже можно срезать только ну числа 20 августа обрезку и выщипывание лука батуна и щавеля нужно закончить почему потому что это растение без зеленой массы наверху не перезимует и когда вы придете и весной у вас щавель не выйдет вы будете разводить ручонками и батун также а чем не батун пропал а пропал потому что нет зеленой массы он по-другому не зимует так же как и земляника они практически вечно зеленые ушел зеленый и почти зеленый вышел из зимы значит для того чтобы этот процесс не останавливался и зеленая масса была выброшена до зимы до наступления холодов нужно подкормить а подкормить нужно просто мочевиной и больше ничего не требуется мочевина это карбамид значит на такую лейку а у меня половинка лейки на два кустика хватит примерно чайную ложечку вот столько видите отправляем в леечку ну я обычно это делаю вот так надо чтобы горошки все растворились значит раствор готов и мы прямо сверху очень тщательно и вокруг очень тщательно проливаем это очень хорошее удобрение для зеленой массы растения вот так вот и все что вам надо сделать для того чтобы щавель отрос и сохранился в зиму с батуном поступайте точно так же и если вы посеяли семенами и у вас батунчик еще вот такой подкормить и мочевиной он должен до зимы стать вот такой и ничего не ощипывать конец августа мы уже не трогаем батун и не трогаем щавель пускай это все прекрасно перезимует я надеюсь что этот сюжет вам понравится всем ну а на этом пока все